Рома рассматривает тренера Монце Палладина на случай ухода Жозе Мауринио. Арсенал ведет переговоры с защитником Такихиро Тамиясу о новом контракте. Лондонцы сделали новое предложение игроку сборной Японии. Байер выиграл 14 матчей подряд. В Лиге Европы у команды Алонсо 5 побед из 5. Это повторение клубного рекорда в Еврокубках. Кейн лучше всех в мире использует голевые моменты. Сатяго Хеменес из Фейнорда 2-й, Джуд Беллингем из Мадридского Реала 3-й. Барса предложит Арауха новый контракт. Это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкасаемым и не продадут Баварии. У Миранчука нет результативных действий в 7 матчах за Аталанту в этом сезоне. Ховбек провел на поле 216 минут и лишь один раз вышел в старте. Беллингему, вероятно, потребуется операция на плече и он пропустит не менее двух месяцев. Но она не срочная. Силва – лучший трансфер Манчестер Сити по версии 4-4-2, а Гуэра – третий, Холланд – на 10-м месте. Ливерпуль рассчитывает, что Алисон восстановится к матчу с Манчестер Юнайтед. Жота вернется позже. Реал – главный фаворит Лиги Чемпионов по версии Гуалл. Манчестер Сити и Арсенал в топ-3, МЮ – на 21-м месте из 22-х оставшихся команд. Тенхак, Хау и Раула и Эдвардс из Лутона – претенденты на пресс-лучшему тренеру ноября в английской премьер-лиге. Магуайр, Стерлинг и Доку – среди претендентов на пресс-лучшему игроку в английской премьер-лиге в ноябре. Роналду – лучший игрок в истории Реала по версии 4-4-2. Россия поднялась с 39-е на 38-е место в рейтинге FIFA. Аргентина – первая, Англия – третья, на втором месте Франция. Бразилия выпала из топ-3. Мадридский Реал пока не определился с главным тренером на следующий сезон. Клуб до сих пор не принял окончательного решения относительно будущего нынешнего наставника команды Карла Анчелотти. Вчера завершились поединки пятого тура группового раунда Лиги Европы. По итогам этих матчей определились 14 участников в стадии плей-офф второго по значимости Еврокубка. Английский Брайтон впервые в клубной истории пробился в плей-офф европейского клубного турнира. 21 декабря Европейский суд вынесет решение по Суперлиге. По сути, суд определит, имеет ли право UEFA монополизировать организацию клубных соревнований в Европе. Объявлены имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам матчей пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Манчестер Юнайтед не сможет подписать центр-бэка Кристал Пелос Марка Гехи в зимнее трансферное акно. Стороны обсуждали потенциальную сделку, однако Пелос наотрез отказался продавать игрока. Барселона надеется еще раз арендовать Жао Канцело, но с обязательным выкупом. По данным Diario Sport, каталонцы хотели бы оставить португальцам, принадлежащего Манчестер Сити, еще на год, а затем приобрести его летом 2025-го. Проблема заключается в том, что стороны по-разному оценивают возможный трансфер. Барселона надеется заплатить 30 миллионов евро, а горожане считают, что защитник стоит 50. Причем по окончании сезона эта сумма может вырасти, если Канцело продолжит успешно выступать в Ла Лиге. Манчестер Сити знает, что летом на футболистов будет спрос. Арсенал несколько месяцев назад уже пытался купить Канцело, было и крупное предложение из Саудовской Аравии. При этом сам Жуао отдает предпочтение Барселоне. Андре Онана опасается, что участие в Кубке Африки повлияет на его роль в Манчестер Юнайтед. По данным Манчестер Ивнинг Ньюз, галкипер считает, что выступление за Камерун на турнире сборных зимой может привести к тому, что он потеряет статус основного галкипера в Манчестер Юнайтед. Онана может пропустить до шести матчей клуба, если Камерун доберется до финала. Играть в таком случае будет Алтай Байендер, и Камерун не считает, что рискует лишиться места в стартовом составе. Джим Рэдклиф хочет изменить трансферную политику Манчестера Юнайтед. По сведениям Daily Mail, бизнесмен после приобретения 25% акций клуба проинструктирует департамент селекции о необходимости отдавать приоритет местным футболистам, а не иностранным. В особенности это касается основной команды. Рэдклиф хочет, чтобы в клубе было больше британцев, как во времена Алекса Фергюсона. Если будут доступны подходящие игроки, МЮ будет пытаться их приобрести, исходя при этом из финансовых ограничений. В поле зрения Манчестер Юнайтед попал Серу Герасии. Игрок Штутгарта может быть приобретен за удивительно небольшие деньги. В этом сезоне Манчестер Юнайтед испытывает значительные проблемы с атакой. Скотт Мактоминой и Бруно Фернандеш остаются лучшими бомбардирами команды, имея на своем счету всего по три гола. В результате красные дьяволы ищут эффективного нападающего. Хотя Расмус Хойлун демонстрирует хорошие результаты, датчанин все еще ждет своего первого гола в чемпионате, и ситуация для Манчестер Юнайтед становится более сложной. По словам журналиста Санти Ауна, английский клуб присматривается к Серу Герасии. Открытие нынешнего сезона Бундеслиги может уйти всего лишь за 17,5 миллионов евро. Это обусловлено трансферной оговоркой в его нынешнем контракте со Штутгартом. На данный момент на счету 27-летнего футболиста 15 голов в 10 матчах. В то же время Манчестер Юнайтед знает, что борьба за гвинейцев будет не самой легкой. Представители Милана, Ромы и Ньюкасла также намерены провести переговоры. Дело о финансовых нарушениях Манчестер Сити рассмотрят ближе к концу 2024-го. В феврале АПЛ обвинила Манн-Сити в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона 2009-2010 по сезон 2017-2018. Расследование велось с декабря 2018 года. По информации Daily Mail начать рассмотрение дела Манчестер Сити планируют позднее осени следующего года. Вердикт будет вынесен не раньше лета 2025-го. На данный момент следствие находится на этапе сбора показаний свидетелей. Сити может грозить снятие очков. Ранее 10 очков сняли с Эвертона за нарушение финансовых правил лиги. Лас-Пальмас получит от Барселоны бонус за Педри. В сентябре 2019-го каталонский клуб объявил, что договорился с Лас-Пальмасом о переходе полузащитников в июле 2020-го. Тогда за него заплатили 5 миллионов евро. За счет бонусов сумма увеличилась. Педри целиком отыграл матч против Порту в Лиге чемпионов. Это был сотый матч за Барселону, в котором он отыграл не менее 45 минут. Таким образом, был активирован последний пункт соглашения касательно бонусов. Барселона выплатит еще 5 миллионов евро за Педри. Общая сумма трансфера может составить от 18 до 25 миллионов евро. Теперь получить дополнительные средства от трансфера Педри Лас-Пальмас сможет, только если Барселона решит продать полузащитника. В соглашении прописано, что в таком случае первый клуб испанцев получит 15% от суммы перепродажи. Ювентус надеется подписать полузащитника Дони Ван Дебека и вингера Джейдана Санча из Манчестер Юнайтед. Покупка Ван Дебека у Аякса за 40 миллионов фунтов в 2020 году стала большой трансферной неудачей для Юнайтед, потому что Дони так и не заиграл за красных дьяволов. Юнайтед не удалось избавиться от Дони Ван Дебека минувшим летом, когда переход Дони в Реал соседа сорвался, однако этой зимой у клуба с Олд Траффорд будет еще один шанс. Как сообщает Тим Талк, пригласить Ван Дебека хочет Ювентус. На данной стадии переход в аренду с обязательством выкупа выглядит наиболее вероятным сценарием для 26-летнего голландца. Также Ювентусу нужен Санчо, который уже почти три месяца изолирован от первой команды из-за ссоры с главным тренером Юнайтед Эриком Тенхагом. В случае Санчо Юнайтед предпочитает постоянный трансфер и в Турине надеется, что суммы в 30 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения англичанина.